И сегодня я буду говорить на тему прикосновения. В анонсе вы могли, если вы подписаны на Инстаграм или в социальных сетях нашей Церкви, увидеть анонс фразы «как кошка с собакой». Об этом мы тоже поговорим и в самом начале. Но основная тема, которая пройдет красной линией через все сегодня учения, будет прикосновением. Итак, «кошка с собакой». Почему эту фразу я вспомнил? Вообще, как я и писал в анонсе, в Библии неоднократно приводятся в пример разные действия животного или другого творимого Богом мира, чтобы описать нам какие-то характеристики. Например, первое, что на память мне пришло, в притчах написано «Пойди, ленивец к муравью и научись у него». Поэтому образное преподавание Слова Божьего – это естественно. «Кошка с собакой». Почему я взял эти два персонажа? Наверное, в современном мире это самые близкие такие вот животные, домашние животные к человеку. Потому что в основном большинство людей сегодня – это уже не люди, которые живут в своих домах, где есть сельское хозяйство, коровы, кони и так далее. Большинство людей – это в квартирах живут, и уже даже такие собачки выведены, которые уже трудно сразу понять, кто это – собачка со спины или не собачка. Но собаки и кошки, наверное, все-таки остаются такими более приверженными к жизни с человеком. Итак, кошка и собака. Конечно, когда люди говорят эту фразу «в мире живут как кошка-собака», они имеют в виду вот эту вот реакцию. Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь конфликт между кошкой и собакой. Собака изо всех сил пытается напугать лайм, показать свои зубы, а кошка шипит и выпускает когти, и показывает, что у нее есть тоже чем отреагировать на агрессивное поведение собаки. И вот такое выражение, как «кошка с собакой», оно относится вот к этой реакции. То есть, когда два человека, они реагируют друг на друга постоянно каким-то вот таким вот рефлексом защиты. Чуть-чуть, если без какого-то особого углубления в природу кошки и собаки, вот просто такие грубые характеристики. Кошка, она привязана к дому. Я помню, у нас был кот с Лерой, и мы тогда арендовали еще, это в городе Чернушка было. Мы его привезли с собой туда, мы арендовали пол коттеджа, пол дома, и он жил с нами. Потом пришло время нам, когда освобождать помещение, потому что возвращались хозяева, мы переехали в квартиру. Но кот понял, что в принципе, если его никуда не выгоняют, он не готов ехать с нами. Ему лучше остаться на месте. И когда мы там через время пришли, что-то там забрать, он сделал вид, что он вообще нас не знает, что это за прохожие здесь зашли. И кошка, кот, их природа, она привязывается к дому. То есть, когда мы рассматриваем природу, я не просто так говорю об этом, вы сможете увидеть некое потом понимание во внутренней природе человека. Кошка, она реагирует на заходящих в дом не как собака. Кошка, она присматривается, выбирает, если ей хочется, она начинает тереться, она начинает привлекать к себе внимание, чтобы ее погладили. То есть, найти для себя вот в этих зашедших какое-то удовлетворение для себя найти. Кошка, другими словами, она прикована к дому. Ну, ей на самом деле человек, как бы, ну, это не особо значимый элемент в ее жизни, только по необходимости, которые она нуждается в корме или в ласке, или еще в каких-то процессах. Собака, она по-другому себя ведет и чувствует, она привязывается к человеку. По сути, собаке не так важно, хотя она как животное понимает свою территорию, но она привязывается к человеку, она тоскует без человека, она защищает человека. Когда она встречает кого-то в дом, ее первая обязанность внутренняя – это безопасность. Она не пойдет, как кошка, тереться об человека, который зашел. У нее другие характеристики. Для чего я все вам это рассказал? Вот когда мы говорим, как кошка с собакой, и мы говорим о внешней реакции защиты, надо понять, это два разных творения, которые внутри себя имеют разные квалификации, разные подходы к решению одних и тех же задач. Они имеют разные привязанности, поэтому их реакция друг на друга, она естественная, защитная. То есть кошка так воспринимает жизнь, а собака вот так воспринимает жизнь. И они по природе своей отталкиваются друг от друга и начинают защищаться друг от друга. Перехожу к человекам. Когда мы говорим о мужчине и женщине, мы Богом сотворены точно так же с некоторыми внутренними различиями и внутренней психологией, которая подходит к разным вопросам по-разному. И вот здесь начинается вот то, что мы называем «живет, как кошка с собакой». То есть внутренние характеристики преображаются во внешнюю агрессию. И если у животных это понятно, потому что у них нету Богом данного духа, как дан он, этот дух, человеку, то для человека, конечно, такая жизнь – это, ну, скажем, такая низкая форма жизни, от которой нужно поспешить к совершенству. Когда вот эти животные защитают, так скажем, умно скажем, они защищают свое ID. То есть вот у них есть свое удостоверение личности, и вот они защищают свое удостоверение. Точно так же женщина, мужчина, они начинают защищать свое ID. То есть они видят, как они видят, они защищают то, что они видят. Или можно сказать более простым языком, идет борьба за сферы влияния. Вот одна хочет влиять на это, и другая хочет влиять на это. Но у нее свой подход, а у него свой подход. И вместо того, чтобы соединить эти подходы и найти возможность, как вместе повлиять на ситуацию, начинается жизнь, как у кошки с собакой. Кошка шипит и царапается, собака лает и показывает зубы. Слава Богу, если не доходит до худших вариантов. Когда мы рассматриваем взаимоотношения человека и Бога, то во Христе, то, что удивительное произошло во Христе, почему мы веруем в Христа, в нем соединилось, я буду применять сегодня иногда вот это выражение ID, в нем вот соединилось ID человека и Бога. То есть, в нем есть естество Бога, и в нем есть абсолютно естество человека. Он вочеловечился, Бог вочеловечился. Он соединил в себе два абсолютно разных, по своей уже сути, два разных восприятия жизни. Человек воспринимает жизнь временно. Человек воспринимает жизнь смертно. Человек воспринимает жизнь, как мимолетное дуновение ветра. Бог вечный. Бог воспринимает по-другому. Его восприятие жизни абсолютно отличается от человеческого восприятия жизни. И вот во Христе соединились обе природы, и человеческая, и Божья. Я не просто так перепрыгнул от мужчины с женщиной ко Христу. Семья – это Христос. Это взаимоотношения. Когда Павел рассказывает о семье, он начинает брать Христа и ставить его в пример во взаимоотношении с церковью. А церковь, кто мы есть? Мы – тело Христа. Аминь. Другими словами, Павел говорит, что в церкви соединены эти два айди – человеческого и Духа Святого. И семья должна быть тем местом, где соединяются два естества в одно. Там, не там, где мы защищаем просто форму своей жизни. Да, у нас есть характеристики. Они для нас важны. И я скажу больше – их важно сохранять. Но точно так же важно их и объединять. Послание к римлянам, 9 глава, 32-33 стих. Апостол Павел говорит, «Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись, а камень приткновения, как написано, вот, полагаю, я в Сионе камень приткновения и камень соблазна, но всякий верующий в Него не постыдится». Павел говорит о Христе. Он говорит о том, что евреи, которые искали праведности от закона, им было сложно принять Христа, а язычники приняли Христа. И он объясняет, почему. Он говорит, одни, они искали в законе праведность. Они приткнулись о простоту. Почему написано, положив камень на Сионе, это Христос. Они приткнулись о благодать. Они приткнулись о том, что это возможно каждому. И приткнувшись об этом, они отказались от этого. Я подвожу к семейной жизни. Когда мы говорим о семейной жизни в контексте Писания, мы точно так же можем соблазняться, как евреи соблазнялись от Христа. Помните, в Христе соединилось два айди – Божья и человеческая. И им это было трудно принять. Когда мы, как верующие люди, говорим, семья возможна для каждого, сегодня люди об этом соблазняются. Они говорят, нет, нет, есть какие-то уникумы. Вот есть какие-то вот такие вот не от мира сего люди. Вот у них какая-то неземная любовь. Вот у них какая-то неземная психология. Вот они какие-то не такие. Или наоборот, они такие вот сильные. Они могут закон исполнять. Они сведущие. Они праведные через закон. Вот у таких может быть семья. И многие люди сегодня притыкаются о камень благодати точно так же, как евреи в вопросе праведности, так семья сегодня притыкается в вопросе соединения, возможно, для каждого. Абсолютно каждый человек на этой земле, независимо от его образования, независимо от силы его интеллекта, от силы его души, может жить в семье. Абсолютно каждая семья жизнеспособна, потому что это установление от Господа. Нам надо ясно это понимать. В чем преткновение? В простоте. Мы говорим о простых вещах. Я не говорю ничего сложного. Но почему нам так сложно делать простые вещи? Вот то, что Павел говорит в послании к римлянам по отношению к евреям и к язычникам. Он говорит, Христос стал слишком простым для евреев, чтобы они в Него поверили. Мы радуемся сегодня этому, что для нас сегодня во Христа просто верить, что мы не родились из какого-то колена, из какого-то поколения, что наши предки не соблюдали всего-всего-всего. И благодаря вот всем-всем-всем мы есть те, кто мы есть. Мы радуемся от того, что мы были и кто мы были, и стали кто есть, благодаря уверовали Христу. Нам нужно поверить Богу в семью, что Он положил туда значительный потенциал, настолько сильный иммунитет, настолько жизнеспособность, что, по сути, если только мы будем сохранять желание и веру, продолжать сохранять семью или быть в семье, это будет возможно. Это мое основание для проповеди. Когда сегодня я начал с того, что как кошка с собакой, нам не нужно держаться наших характеристик и на уровне наших характеристик реагировать. Нам не нужно выстраивать нашу праведность, исходя из только той природы, которую мы получили от Бога. Нам нужно узнать что-то о семье и о природе объединения в семью. В отношениях, которые Господь благословил, Он подарил человеку, тогда Адаму, жену, Еву. И в Еве Адам получил незавершенный продукт. Он получил семью, в которой теперь нужно было развиваться по-новому. То есть его совершенство, оно, по сути, претерпело кризис в момент, когда Бог привел ему нового человека, женщину, Еву. Вот в этот момент его Айди, оно потерпело сокрушение, потому что он понял, она такого же рода, как он, но она другая, и у него теперь будет другая жизнь. До конца он это не понял, мы видим это дальше, когда он сделал то, что не должен был делать. Но, по сути, когда Бог сотворил Еву, Он дал возможность развиваться. Мужчина и женщина, муж и жена в семье – это способность к совершенствованию. Если мы вот так будем смотреть на суть совместной жизни, тогда будет легче воспринимать несовершенство, потому что сами несовершенства будут для нас наградой, толкающей нас к совершенству. Бог намеренно создал различия между мужчиной и женщиной. То есть, это не то, что ошибся Господь. Ну, где-то, знаете, паяльником там у Евы в голове чуть-чуть не туда нажал, заклинило у нее, и потом мы вот с этим клином так и живем. От этого дерева познания добра и зла, и Павел об этом более жестко говорит, я не буду это вспоминать сильно. Он не случайно создал разное восприятие мужчины и женщины. Это был его план. И когда мы не понимаем, что мужчина и женщина, они разные, и это план Божий, тогда мы пытаемся соединить, но не соединить две разные природы, а мы пытаемся одну природу переделать в другую природу. А сегодня мир уже доходит до безумия, когда две просто берутся природой одинаковые, соединяются, и говорят, что вот это семья. Но не так Бог создал все. Бог создал различия и создал их намеренно для того, чтобы у нас была возможность к развитию. Другими словами, Бог, создавая различия в мужчине и в женщине, Он создал их не для разделения, а Он как бы положил какое-то таинство в эти взаимоотношения. И Павел говорит о таинстве Христа и Церкви, что есть некое таинство, в котором надо двигаться, в котором надо углубляться, в котором надо познавать. Вот когда Бог создал различия мужчины и женщины, Он в этих различиях положил свое таинство, чтобы мы могли преодолевать это различие, узнавая новые и новые тайны о сотворении семьи. Когда Господь создал различия, Он создал их таким образом. Мы знаем, что Он взял ребро, мы знаем, что Он создал Еву и создал ее другой, в отличие, отличный от Адама. И вот когда Он создавал эти различия, Он сделал их так, что человек, по сути, ни с кем другим соединиться естественным образом не может. У человека вот нет шанса соединиться с кем-то на этой земле по-настоящему, чтобы получить глубочайшее удовлетворение на всех уровнях своей личности, как только соединение мужчины и женщины. Я сейчас не беру соединение с Господом. Мы сейчас говорим о взаимоотношении семьи. Вот Бог таким образом создал эти различия, что Он как бы подтолкнул нас самих к тому, чтобы мы имели, скажем такой, не имели вариантов. Вот у нас нет других вариантов. А когда у тебя нет других вариантов, ты начинаешь проникать в тот вариант, который у тебя есть, углубляясь в него, понимать, как же жить. Вот Господь так создал наши различия, чтобы подтолкнуть нас к углублению в этих взаимоотношениях. Когда в книге Бытие, 2 глава с 18 по 21 стих, там сначала Господь говорит, нехорошо быть человеку одному, сотворим помощника, потом человек называет все имена животным. И видит Господь, что не нашлось подобного. И тогда Он создает. То есть Он дал Адаму пройти через такую череду разочарований, чтобы убедиться 100, 200, 1000 процентов, ты на этой земле не сможешь соединиться ни с кем и ни с чем, кроме жены, которую Бог даст тебе. Это твой единственный вариант чувствовать себя полноценным на этой земле. Вот в этом различии положено свидетельство. И сам Господь положил это свидетельство для нас. Итак, секрет нашего различия в том, что в нем есть таинство, которое Господь желает, чтобы мы открыли, узнали, познавали. Ведь так и о Господе написано. Чтобы мы искали Его, хотя Он близок к нам. Это желание Божье, потому что если мы ничего не ищем, мы быстро ленимся, мы быстро в такое состояние впадаем, такое апатичное, мы становимся недееспособными. А когда мы ищем, у нас проявляется инициатива, страсть проявляется во время поиска. Во время, когда мы развиваем взаимоотношения, если мы говорим уже о сформированной семье или сформированных, ну, в принципе, можно говорить и о формирующейся еще семье, проблема возникает, Христос ее так вот описал, никто, кто пил старое вино, не захочет сразу пить новое. Вот Он так описал вот эту проблему воссоединения или соединения. Он говорит, у тебя есть форма жизни, к которой ты привык, прилепился, и когда в твою жизнь приходит что-то новое, что изменяет формулу твоей жизни, ты начинаешь это пробовать, и даже не то, что оно плохое, оно непривычное. Из-за того, что оно непривычное, ты начинаешь это отталкивать и говорить, мне это не надо. Неплохое, но просто непривычное. И вот когда мы говорим о соединении, о преобразовании семьи, о формировании семьи, почему сегодня многие не могут долгое время выйти замуж, жениться, непривычно. С определенным течением времени становится непривычно, потому что, когда еще какой-то человек в твою жизнь входит, вино, я, извините, буду сегодня употреблять это слово тоже, оно разбавляется другим составом, другим вином, и получается новый состав, новый букет, новый привкус, непривычный. Когда мы говорим о сформированной семье, то есть семья, сколько-то лет вместе, они хотят быть счастливыми, но замечают, что в последнее время какая-то страсть пропала, им тяжело получать удовольствие друг рядом с другом, им хочется каких-то свеженьких, других взаимоотношений. Это говорит о том, что они с одной стороны привыкли к тому, что есть, но с другой стороны они не готовы к переменам. А я вам скажу, перемены нужны всегда. Все в этом мире обновляется, и если оно перестает обновляться, оно через время становится настолько привычным, что теряет свою ценность. А вместе с потерей ценности теряется и верность. Поэтому проблема старого и нового существует во взаимоотношениях, и надо на это смотреть таким образом. Приобретая новое, мы не теряем на самом деле старого. Приобретая новое, мы подчеркиваем то, что уже у нас было. Давайте спустимся вот на такой уровень финансового обеспечения или видимого финансового обеспечения. Когда вы смотрите на человека, и человек идет в старых вещах, может быть, когда-то эти вещи были дорогие, но вы понимаете, что уже достаточно прошло времени, не чтобы оценка этих вещей, она упала. Смотря на этого человека, вы видите, у него когда-то все было хорошо, но через время все стало не так хорошо. И если вы смотрите на другого человека, он может быть и не так молод, и по сути вы понимаете, что есть уже возраст у этого человека, но наблюдая за его вещами, вы видите, что этот человек может позволить себе новые вещи с какой-то периодичностью. Вы понимаете, что у этого человека его старое подчеркивается его новым. То есть статус человека определяется тем, что у него с одной стороны есть хорошее прошлое, но это прошлое не осталось в прошлом, а это прошлое приносит плоды в настоящем. И таким образом вы видите в благополучии человека, как соединяется старое и новое. И видя это, вы можете сказать, это человек респектабельный, это человек успешный или это человек неуспешный. Он был когда-то успешным, но из-за того, что у него уже давно ничего нового нету, скорее всего, его успех поблек. Не смотрите больше сейчас на себя, на свои ботинки. Я оставляю одежду в покое. Переходим к душе. Я просто иллюстрирую, чтобы было более понятно, когда мы смотрим на отношения людей, и ты видишь, что человек в своих отношениях не приобретает ничего нового. И при этом чувствует себя таким респектабельным. Обещал, но все-таки вернусь. Я не знаю. Я не хочу сейчас кого-то оскорбить вот этим примером, но так бывает, что ты смотришь, человек, он не из-за того, что у него в принципе нету финансов, но как-то вот так сложился его характер, его понимание. Я встречал разных людей возрастных. Вот с одним возрастным человеком ты смотришь на него, со спины ты не поймешь, это возрастной человек или молодой. Он одет, ну, так, что ты со спины не поймешь. А другого ты понимаешь, что вот он из шкафа что-то достал сорокалетней давности, и он внутри-то себя чувствует респектабельным, а выглядит это, ну, скажем так, неловко. неловко. Ну, во всяком случае, его детям. Хотя сейчас дети иногда носят то, что непонятно. Когда мы в отношениях чувствуем себя респектабельными, а на самом деле у нас нету ничего нового. Вот он сидел бобылем десять лет назад, он и через десять лет бобыль. Вот его мышление деревянное. Но он одевает на себя этот костюм и чувствует себя респектабельным. А хочется сказать, послушай, брат, тебе надо уже приобрести новые чувства. Тебе нужно что-то, что подчеркнет твой хороший богословский запас нормальным отношением жизни к современности. Когда семья, она не приобретает никаких новых чувств, когда вы смотрите, что все, что они могут демонстрировать, это то, что было десять, пятнадцать, двадцать лет назад, ты понимаешь, что-то здесь не так, как должно быть. Необходимо, чтобы наша жизнь обновлялась. Любовь, о которой мы говорим, когда говорим о семье, она как почва. Если у тебя есть любовь, то это почва, в куда падают семена и прорастают. и любовь, как почва, она создает такой вот непрерывный процесс сеяния и жатвы, сеяния и жатвы, сеяния и жатвы, то, о чем и говорил Господь. Земля, она не может держать зерно больше определенного времени. Если она его продержит дольше, оно просто сгниет там внутри земли, прекратится процесс. А для процесса необходимо, чтобы семя попало в землю, земля дала плод. Семя попало в землю, земля дала плод. Так в семье, если мы говорим, у нас есть любовь, любовь будет запускать непрерывный процесс. Будут сеяния и будет жатва, будет сеяния и будет жатва, будет сеяния и жатва будет из того семени, которое до этого уже было. И оно до этого было, и что-то вы посеяли, вы в первый раз сказали друг другу люблю, вы в первый раз говорили какие-то приятные слова, посеяли семя, земля через время должна произвести плод в 30, 60 и 100 крат. То есть углубление взаимоотношений, что-то новое должно приходить постоянно к нам и укореняться в том, что мы уже получили от Господа до этого. когда мы с вами позволяем себе приобретать новое в наших взаимоотношениях, мы не отталкиваем сразу то, что к нам приходит только потому, что мы этого не понимаем или потому, что нам это непривычно, а именно первые или, скажем, быстрые разводы, они, как правило, не происходят на глубинных проблемах. Те разводы, которые быстрые, то есть они не прожили и годы, и разбежались, как правило, это на уровне непривычно. Непривычно стоят зубные щетки, непривычно полотенце, непривычно носки под подушкой, непривычно, то есть много чего становится непривычным. В результате этого непривычно происходит разрыв. Когда люди дальше живут, для них другие уже становятся параметры. Но я хочу перескочить с вами к теме проповеди прикосновения. И последняя часть проповеди учения поговорить о прикосновении. Мы поговорили с вами о разнице природы, айди, которые соединяются. Это просто, это возможно для каждого. Мы поговорили с вами о том, как Бог сам создал разницу между мужчиной и женщиной, чтобы показать, мы не можем соединиться по-другому ни с каким творением, если мы хотим найти самые глубокие отношения, не только в отношении мужчины и женщины, как мужа и жены. Мы поговорили с вами и в общем обо многом мы уже с вами поговорили и перейдем к прикосновению. Прикосновение это личный контакт, это как возможность взаимодействия с внутренними и внешними ресурсами. Прикосновение, на котором я хочу с вами остановиться, это момент, когда мы не просто соприкоснулись с кем-то, мы получили доступ. Прикосновение, оно, знаете, как ключ, который открывает доступ, который дает нам возможность прикоснуться к тому, что не лежит на поверхности. Поэтому, когда мы переживаем прикосновение к нам или мы сами прикасаемся, это рождает всегда в основном два таких чувствования или наполнение или опустошение. Когда мы говорим о взаимоотношении двоих людей, если получается прикоснуться, ты или наполняешься или ты опустошаешься. И очень важно для себя определить, что нас опустошает, а что нас наполняет. Таинство прикосновения в способности различить тонкие детали. Способность, если вот взять в пример кулинарию, способность стать человеком, способным приготовить какое-то блюдо, ингредиенты, которые реально понравятся, прикоснуться к тому, для кого мы готовим, и они получат определенное удовлетворение. Еда, она открывает, не знаю насчет сердца, но во всяком случае душу может открыть. И когда мы смотрим на кулинарию во взаимоотношениях, часто бывает ошибка в следующем. Мы мотивируемые голодом говорим недостаточно грубой пищи. и это неправильно. Грубой пищи в семье не должно быть достаточно. Что такое грубая пища? Что я имею ввиду? Я голоден, мне надо есть, мне все равно, что я ем, я просто хочу есть, мне просто нужно поесть. И такое отношение, оно рождает опустошение. А Исаева, давайте вспомним вот в данном контексте, Исаев пришел голодный, Иаков это понимал, приготовил покушать чечевичную похлебку и начинает торг с Исаевом. Исаев пренебрегает, мы знаем этот образ, он перешел и в Новый Завет для нас, чтобы мы не были настолько пренебрежительны к благословению Божьему. Но что делает Исаев? Исаев говорит, мне все равно, я хочу есть, дай мне есть, неважно какой ценой. Такое прикосновение опустошает, потому что после этого он был абсолютно опустошенный, он потерял то, что было в него вложено еще до рождения, он был благословен, у него было первородство, но он из-за грубой пищи, из-за того, что он не хотел кулинарию, то есть ему надо было поесть все. Но опустошение родило отсутствие благословения. Вы знаете, мы иногда настолько неразборчивые, или я бы сказал, невежественные во взаимоотношениях, что мы преодолевая что-то получаем желаемое, но результат опустошения. А вспомните сына Давида, который полюбил свою сестру от другой матери. Такая страсть, такое желание, но когда они переступили, он переступил этот порог, это грубая пища, опустошение. После этого пустота, так бывает и в семье. Муж и жена могут пережить пустоту просто по состоянию невежества своего сердца. Из-за того, что они не хотят таинства, вникать в таинство. Я хочу есть, дай мне есть, все остальное у меня не интересует. Итак, если брать за образ Исава, нам нужно научиться, что прикосновение это усердие, это в какой-то мере искусство, это то, чему ты должен учиться, независимо от того, что у тебя уже есть заложник или заложница дома, я имею в виду муж или жена. Нужно продолжать учиться искусству кулинарии и взаимоотношений. Кстати, Исаав справедливости ради, он был кулинар, потому что он прикасался сердце отца своего, Исаака, своим кушанием, но он потерял это, потому что в какой-то момент позволил себе больше, чем нужно. Итак, прикосновение само по себе нейтрально, оно как ключ, открывающие ресурсы и дающие реакцию, то есть мы можем прикасаться, мы имеем в себе эту способность как мужчина, женщина, как муж и жена, но от нашей внутренней мотивации будет зависеть, это принесет благословение, наполнение или это принесет проклятие, опустошение. Одни и те же ключи у нас, как у людей, которые веруют, так и у не веруют, но что с этим сделаем зависит от настроя. Другую историю хочу вам напомнить, это девушка танцует перед царем и гостями его, Иродом, угождает ему, она прикасается его сердце, прикасается его настолько, что он говорит, я тебе полцарства отдам, проси у меня, что ты хочешь, то есть прикосновение открывает могущественный ресурс. Вот в момент прикосновения эта девушка танцовщица, по сути, необразованная, может быть, так сильно, нету ничего такого в ней особенного, кроме этого танца, но в момент прикосновения к сердцу царя она обретает настолько влияние, что способна получить огромные ресурсы, но мотивация неправильная. Ее прикосновение приводит к проклятию, ее мама учит, пусть он отрубит голову Иоанна Крестителя, и эта девушка вместо огромных возможностей и ресурсов, которые открылись по научению неправильного наставника, теряет этот единственный шанс в своей жизни. Нам очень важно понимать, что в нас есть профессионализм, способности, интеллект, какие-то дары, какие-то возможности, и мы в какой-то момент, она усердная, она не просто там, знаете, бывает так танцует, что хочется глаза отвести, не прикасается другими словами. Она по-другому танцевала, она, я думаю, долго тренировалась, она, наверное, вкладывала и была усердной, профессиональной в этом, и вот шанс, но неправильный наставник рядом. Некоторые семьи разрушаются, потому что неправильные наставники рядом. Ты прикоснулась чего-то сердце, ты прикоснулся, а потом ты приходишь, говоришь, ты говоришь, да слушай, ну, забудь, да это тебе не надо, да я тебе сейчас скажу, вот так и так поступи, и шанс, который у тебя был, возможность, которая обрелась, ты дотронулся ресурсов, но из-за того, что неправильный наставник, ты теряешь эти возможности. Очень важно, когда мы с вами прикасаемся чьего-то сердца, открываем какие-то ресурсы, не потерять того благословения, которое открывается для нас. Перейдем к последней, к последнему отрезку моей проповеди, и мы продолжаем говорить о прикосновении. Много невостребованных ответов остается в идентичности тех, кого Господь даровал нам на расстояние вытянутой руки. Иногда рядом с нами Бог помещает людей, внутри их ID, внутри их сути, сущности есть все ответы, которые нужны нам, но мы не получаем их, потому что мы не осознали важность прикосновения, мы не работаем над прикосновением, мы не работаем над тем, чтобы открыть чье-то сердце. Мы почитаем, что так и должно быть, как-то автоматически, как-то само собой разумеющееся, а оно так не работает. История женщины, она записана в Евангелии Марка, 5 глава, с 29 по 32 стих, которая прикоснулась к Иисусу. И написано в момент, когда она прикоснулась, болезнь, которой болела 12 лет, и никто не мог ее исцелить, она получает моментальное исцеление. Иисус начинает озираться, он начинает смотреть вокруг, он говорит, кто-то ко мне прикоснулся. Ему говорят, тебя многие теснят, тебе многие другими словами прикасаются, ты вообще о чем Иисус? Но он понимал, был кто-то, кто прикоснулся, открыл ресурс, прикоснулся не к Иисусу, сыну плотника, кто-то прикоснулся к Иисусу, сыну Божьему, кто-то соприкоснулся не с человеческим айди, кто-то сумел прикоснуться божественного айди, и когда он к нему прикоснулся, к божественному, сила сошла и исцелила, и совершила, и пришел ответ. Дорогие, на протяжении вытянутой руки от нас часто есть люди, о которых мы можем соприкасаться, но мы не соприкасаемся с их настоящим айди, что у них внутри есть. Оказывается, в человеке может быть ресурс гораздо больше, чем мы видим на первый взгляд. Мы упрощаем человека, а в человеке есть ответ. В муже, в жене, я убежден, в каждой семье вы можете выглядеть неодорованными. Ничего особенно в этом муже нету, ничего особенно в этой женщине нету, дорогие, там есть особенное, почитайте Библию, там об этом говорится, в жене есть способность огромная к хранению, к формированию очага, к совершению тех действий, которые Библия предполагает как возможность для нее, но они остаются невостребованными, потому что никто не прикоснулся ее женского айди. Она просто оболочка, которой прикасаются, но ее суть остается нетронутой, непробужденной, точно так же и мужчина, почитайте о мужчине в Библии, сколько там написано, но как мы говорим, да у него толку ни на чего нету, он там гвоздь забить не может, ему ничего не надо, вопрос не в том, что ему надо, вопрос в том, что его могут толкать, к нему могут прикасаться снаружи, но если не прикоснуться того божественного айди, который Бог положил в Адама, оно так и останется не неотвеченным исцелением, Иисус идет, в нем есть ответ, и только одна прикасается к нему так, что этот ответ к ней приходит, я хочу завершая проповедь, прославление пожалуйста присоединяйтесь, дать нам вызов, вызов в том, чтобы мы не искали только помазанников, думая, что если мы сможем прикоснуться к помазаннику, тогда проблемы в моей семье решатся, возможно в твоей семье уже есть помазанник, в твоей семье уже есть та, прикоснувшись к которой решатся те проблемы, которые есть, есть тот прикоснувшись к которому решаться придет исцеление, но нужно прикоснуться, кошка с собакой это не хороший пример для продражания в семейной жизни, хороший пример это церковь и Христос, церковь способная прикасаться ко Христу получает удивительную силу для преобразования общества, для преобразования из проклятия в благословение. Христос, прикасающийся к церкви, проникает в глубинные структуры взаимодействия человеков, так что Дух Святой наполняет церковь и дары Духа Святого становятся доступным. Церковь буквально начинает быть как на небесах во взаимодействии с Богом. Мой вызов сегодня нам кто на расстоянии протянутой руки сегодня от нас. Может быть сегодня в ком-то лежит твой ответ, положено твое исцеление, но тебе нужно приложить усилия, тебе нужно перестать гавкать, перестать шипеть, а понять, Бог дал нам эти различия, воевать с ними бессмысленно, нужно научиться прикасаться их, внутри них заложен ответ и исцеление. Чьи-то сердца болеют, чьи-то сердца скорбят, кто-то ищет утешения, а оно есть на расстоянии вытянутой руки. Последнее место, я его прочитаю, первое послание Коринфянам, вторая глава, 12-14 стих. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо бы насудить духовно. Учения, которые мы преподаем на основании Библии, это не психологические тренинги. Если я возьму это учение и приду в этот мир, приду к людям, которые не имеют Духа Святого, для них это будет бесполезно. Это будут потраченные слова. Это не спасет их семью, потому что им надо начинать с Христа Спасителя, им надо начинать со Святого Духа. Когда мы преподаем учение о семье на основании Божьего Слова, для того, чтобы это учение стало принятым и оно принесло нам благословение, нам нужно самим быть исполненным Святым Духом. Я скажу, проблемы в семье тогда, когда на вашей кухне нету шеф-повара, когда в вашей кулинарии, в ваших рецептах жизни не участвует Святой Дух, тогда у вас проблемы, тогда вы кормите друг друга тем, что отвратительно, и если вы сильно воспитаны, вы будете жевать, плакать, глотать. Все, что нужно для изменения, это Святой Дух. Когда вы приходите к Господу, и к Дух Святой, вот здесь написано, что мы имеем Дух от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Господь, Ты даровал жену, Ты даровал детей, Ты даровал мужа, я принимаю это, как от руки Твоей, и я хочу проникнуть в таинство дарованного Тобой. Я хочу научиться прикасаться, я хочу научиться видеть потенциал и силу внутри того, что Ты уже даровал мне, помоги мне это открыть. и Дух Святой никогда не пройдет мимо наших просьб. Он утешитель, Он рядом с Вами. Если Вы верующий человек, и у Вас проблемы во взаимоотношениях, это говорит о том, что у Вас есть первичная проблема во взаимоотношениях, и это первичная проблема во взаимоотношениях не с супругами и детьми, а с Духом Святым. Может это звучит резко, но это правда. Если у Вас есть общение со Святым Духом, Он исцелит Ваши взаимоотношения. А если у Вас нет общения со Святым Духом, то Вы не знаете, что Вам даровано, Вы не знаете, что положено в того человека, который рядом с Вами. Вы не помогаете развиваться ему, и это не приносит исцеления и благословения для Вас. Нам нужно возвращать себя в общение со Святым Духом, чтобы Он был шеф-поваром в наших взаимоотношениях, чтобы мы не перепрыгивали к главному постоянно, а чтобы мы позволяли Ему учить нас. Субтитры 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 Продолжение следует...